здравствуйте пожарные извещатели программа газификации и новые возможности тос темы обсуждаемые областным парламентом жилые помещения в которых проживают семьи участников специальной военной операции будут оснащены пожарными извещателями такой законопроект принял областной парламент после официальной публикации закон вступит в силу и тогда семьи участников специальной военной операции смогут воспользоваться бесплатной установкой пожарных извещателей и датчиков угарного газа другой вопрос поддержка тос в кузбассе появится постоянно действующий совет по территориальному общественному самоуправлению поддержаны и программа газификации кузбасса в начале года депутаты в два раза снизили налог на имущество организаций в отношении объектов газораспределительной системы построенных по программе газификации но потом произошли изменения федерального уровня с 1 марта текущего года по поручению президента российской федерации действие программы газификации распространено на медицинские и образовательные организации а также на вновь газифицируемые населенные пункты что потребует увеличение инвестиций со стороны единого оператора газификации так как прежние меры поддержки признаны недостаточной принято решение полностью освободить соответствующих налогоплательщиков от уплаты налога на имущество большегрузом запретят въезд в новокузнецк ограничение будет действовать с 1 июня по 31 августа в дневные часы когда температура воздуха превысит 32 градуса в такие дни тяжеловесы смогут передвигаться по магистралям общего пользования только по ночам как сообщили в управлении дорожно-коммунального хозяйства новокузнецка ограничение вводится для сохранности проезжей части в жару а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения при самой большой интенсивности движения транспортных средств по одной полосе грубо говоря более 20 тысяч автомобилей в сутки есть у нас такие участки ежегодный прирост глубины колеи износа должно составлять 6 миллиметров у нас на некоторых участках и мы знаем да колейность составляет 7-10 сантиметров то есть в 10 раз больше летняя подработка доступна подросткам в возрасте от 14 до 17 лет они могут трудоустроиться в муниципальные организации вакансии есть в районных администрациях учреждениях соцзащиты культуры и образования типовой трудовой договор рассчитан на две недели с двухчасовым рабочим днем за этот период подростки смогут заработать от трех с половиной тысяч рублей о необходимом пакете документов и других требованиях можно узнать в учреждении куда планируется трудоустройство заявки уже принимаются подростки будут работать основное это благоустройство территории также у нас есть подростки которые работают аниматорами во дворах этот трудоустроит городской молодежный центр социум в этом году мы планируем трудоустроить порядка двух с половиной тысяч подростков это 10 процентов от общего количества несовершеннолетних проживающих на территории города на сайте врач 42 заработал портал пациента медицинская база обновилась и добавила опции теперь можно записаться на прием или вызвать врача на дом причем не только для себя но и для родственников в личном кабинете будут отображаться результаты анализов и обследований а также основные медицинские данные пациента необходимые для плановой и экстренной помощи авторизоваться нужно через сайт госуслуг в прошедшую пятницу в кузбассе открылся навигационный сезон уровень воды позволил снять все ограничения при этом управляя плавсредством необходимо соблюдать правила водного движения на воду можно выходить без специальных разрешений главное иметь при себе некоторые документы при себе слов водитель должен иметь как минимум это судовой билет удостоверение на право управления маломерным судном если судно принадлежит не этому судоводителю то помимо этих документов доверенность на право управления если судно маломерно не подлежащие регистрации значит документы подтверждающие право собственности на это судно и конечно же помнить о безопасности своей и пассажиров для каждого вида маломерных судов предусмотрены свои нормы снабжения впрочем по рекам кузбасса в основном передвигаются такие в которых должны быть спасательные жилеты по количеству человек и веревка которую можно бросить утопающему если судно длиной до 4 метров то все участники движения должны быть спасательных жилетов если судно длиной свыше 4 метров то значит находясь в кокпите не на открытой палубе то есть движущиеся на лутке могут находиться без спасательных жилетов но наличие их на судне обязательно для нарушителей правил водного движения предусмотрены внушительные штрафы минимальные из которых 5000 рублей удачи вам и здоровья